Даня, он реально в окно втыкает, подсматривает. Посмотри, что делает. И рычит ещё. Выйди, посмотри, реально. Видишь его? Нельзя подсматривать. Привет, дорогие друзья. Мы уже делаем завершающие штрихи. Ну, точнее, Лёха делает, а я пытаюсь рассказать. Лёха, не молчи. Колонны сейчас. Да, мы тут доделываем уже. Прямо финальные штрихи. И я начал специально в такое время, чтобы вы посмотрели, как это выглядит приблизительно ночью. И как это выглядит приблизительно, когда расцветает. То есть, когда становится день. У нас уже полностью всё доделано. Полностью. И у нас здесь такие колонны красивые. БТР стоит подсвеченный всеми фонарями. Все фонари на него направлены. У нас здесь куча автомобилей. Не знаю, мы пригнали, наверное, почти все автомобили, которые здесь вообще есть. Так что база наша считается законченной. Сейчас, естественно, я поднимусь наверх. На второй этаж. Вот тут дровосек уже что-то дровосечет. Убирает лишние столбы, которые не нужны. Я сейчас заберусь на второй этаж. И это реально, это просто феноменальное строение. Здесь бы ещё какие-нибудь штришки доделать. Может, бортик какой поставить, не знаю. А вот так мы объединили наши два ангара. То есть, теперь можно, не выходя на улицу, а прямо вот с задней стенки залезть. Не знаю, может быть, стоило этот переход сделать прямо там. Но мы его решили сделать здесь посерединке. Мало ли, вдруг мы ещё решим что-нибудь здесь подстроить от него. Не знаю, может, вы нам посоветуете. Тут зомби, он бегает. Их легко отсюда можно снимать. Не знаю, есть ли у меня что-то, чем их можно отсюда снять. О, отлично. У меня есть арбалет. Так, кого? А, надо зарядить стрелу. И снять вот этого непутёвого. Что ж, сегодня, я как и обещал, мы будем строить вот в том городе... Ой, высоко взял. Вот в том городе мы будем строить так называемый мегаполис. Сейчас нас с Лёхой пока двое. Но чуть-чуть позже к нам добавится ещё один или парочка. Чёрт возьми, Лёха, опять отспавнилась плохая машина. Ещё и розового цвета. Непорядок, надо её взорвать. Где она-то появилась? А, там, возле выхода стоит. Но вообще не в тему. Так что через некоторое время... Не знаю, мы, наверное, тут ещё чуть-чуть погуляем. Может, пару автомобилей взорвём. Не знаю, может, БТР найдём. Потому что мы, перед тем, как закончить прошлую игру... Ой-ой-ой, что ты сделал такое? А, понятно, ты ещё всё ломаешь. Мы, перед тем, как закончить прошлую игру, раздолбали много автомобилей. Ну, не те, которые у нас в гараже стоят. Других по всей карте. И, не знаю, может, что-нибудь полезное отспавнилось. Я знаю, что отспавнилась ещё одна скорая помощь. Теперь у нас их целых две. Одна на нашей прошлой базе. А ещё одна... Вот тут. Где-то. По-моему, во втором ангаре стоило... Два или три хаммера у нас. Ну, не хаммера, а военные джипа. Я их хаммерами называю. Ну, естественно, отспавнились в зомби. Кстати, если честно, аэропорт не самое удачное место для того, чтобы сделать базу. Ну, и воинская часть тоже не очень. Самое удачное место, это, наверное, вот то место, где мы сделали как раз себе базу. Самую первую нашу базу. Ну, не ту деревянную, которую вы видели, а каменную. Освещённую. Так. Одна зомбятина тут ходит. О, сок. Эй-эй! Эй! Глянь, он вообще не хочет драться. Реально, она какая-то не очень... Не, она не розовая. Она такая персиковая. Но она медленная. Поэтому мы её тоже взорвём. Чуть попозже. Мы на ней, наверное, уедем куда-нибудь, а потом взорвём. Обязательно. Кстати, писал я... Я, по-моему, в прошлой серии говорил, что писал я этому... Как его звать-то всё-таки? Разработчику? Да. Нельсону Секста, ну, по-моему, так его зовут. Я писал ему, а он засранец так и не ответил мне. Я указал на некоторые баги, существенные в игре. Например, что нельзя некоторые сундуки раздолбать. Они бесконечные. Я, может быть, даже вставлю этот эпизод, как бедный зомби. Ну, минуты две точно пытается, пытается раздолбать, и никак у него ничего не получится. И некоторые баги тоже интересные. Например, тот, который вы видели в начале видео. Там, где зомби подсматривал за нами в окно. Да. Это вообще просто кадрово. Ну, и, естественно, само собой оптимизация. Оптимизация игры, потому что та оптимизация, которую он сделал, она, как говорится, нифига не оптимизация. Наоборот. Вот, вот только что это было вообще что-то жёсткое. У меня только что зависло на мгновение. Так что эта оптимизация совершенно не оптимизация. И, не знаю, я ему указал на это, что можно оптимизировать воду, что можно оптимизировать много вещей. Видите, зомби отспавнилась вообще непонятно каким образом. Как оно здесь отспавнилось? Причём Лёха стоит в упор, его не видит. Не знаю, может это только я его увидел? Или ты видел? Ладно, не суть. Я его только услышал. В общем, я на всё это ему указал, но он так отморозился, и в ответ мне просто написал, что вот, жди, я делаю новое обновление, и скоро появятся животные, лодки. И я ему написал, да, чувак, ты круто. Я говорю, а на мои вопросы ты будешь отвечать? Ну, я не знаю, жду следующего ответа. Так что не знаю, что он ответит. Может, он как-то учёл мои слова. Может быть, он уже их исправил, и это будет вот прямо в этом обновлении 2.24. В общем, не знаю, как. Поэтому давайте строить мегаполис. Лёха, поехали в Баривуд через наш новый мост. Кстати, я же забыл сказать. Мы там мост ещё один построили, который мы строили очень-очень долго. Мы строили его вчетвером. Так, где там бинокля моя? Бинокуляр. Мы строили его вчетвером. И, в общем, настроили вот такой вот большой-большой мост. Я даже боюсь сказать, сколько здесь этих проёмов, проёмов, сколько мы фундаментов потратили. Но если вы так приблизительно на скидку глянете, то здесь сразу понятно, что их больше сотни. Столбов здесь тоже много, штук 50, наверное. Да, ушло, в общем, очень много времени. Причём реального. Да, кстати, видите, там на каждом столбу есть фонарик. Ну, не фонарик, факел. Правда, сейчас не видно, конечно. Да, видно. Я в бинокль смотрю. Ага. Да, у нас некоторые деревья там подсвеченные даже. Вон, горит отсюда, видно. Ночью, кстати, действительно, оно реально очень круто смотреть на всё это. Надо ещё соединить мостом вот тут остров. И у нас все мосты, точнее, все острова уже будут объединены. Что ж, поехали. Ой, долгая дорога. Хоть мосты поставили, но всё равно ехать далеко-далеко. Кстати, там зомби не кусает мост. Вроде нет. Я бы дал кусать. Нет, ночью действительно мост выглядит просто бомба. О, там зелёненькая машинка появилась. Да, она там и стояла. Так, ну что, мы приехали в Барри Вуд. Немножко перебили зомби. Ну и первым делом, естественно, на новом месте нужно поставить костёр. Ну, собственно, поэтому иду сюда, поближе к кладбищу. На кладбище поставим, да? Ну, первое, я думаю, да, здесь вообще будет идеально. А, стой, подожди, нам нужны кирпичи. Раз, бомж, жертву зверей приносить. Слушай, а где здесь это, скалы? Я здесь ещё не был. Где он уже? Да вон, сзади тебя. Ух ты, подкрался. Мерзавец. Где здесь скалы? Слушай, здесь неудачное место вообще для строительства. Оля, я только на пляж прибежал, на меня уже зомби бегут. Прям как на поп-звезду. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Да я понял. Я прикалываюсь. Здесь камней нет. Слушай, надо разведать эту территорию. Пошти камни искать. И всего лишь для того, чтобы найти один несчастный камень, мне пришлось покорять Эверест. Но, кстати, мне нравится на этом Эвересте. Смотрите, отсюда видно нашу старую, наши старые две базы. Мостик видно. Круто. Обе базы видно. Да. Не видно только, по-моему, аэропорт, потому что там гора стоит. Кофе с ним. Там вон город есть маленький. А, нет, это пляж в этом, в третьем городе. Аэропорт, аэропорт. Аэропорт? Аэропорт, вышку видно. Вышку. О, глянь, там наша база. Тоже видно. Слышь, отсюда всё видно. Здесь крутое место. Мост этот длиннючий. Слушай, а этот... Построим. А? Может, там будем строить. Слушай, полустолбик кто-то зарыз один. Всё-таки. Вот. Там рядом есть ящики. В аэропорту шесть штук вода. Ну, нормально. Ладно, всё-таки я сюда пришёл по делу. Мне надо этот... Кирпич отфигачить, чтобы костёр развести. Итак, поставим костёр возле чувака с именем Рип. Хотя странно, они здесь все. Рип, 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 Рип. Слушай, тут, походу, только одна семья похоронена. И всех их звали одинаково. Фамильное кладбище целое, да? Это не только фамильное. Это, походу... А, ну, подожди. Сколько их тут? Девять однофамильцев, одноимёнцев и ещё как-то по отчеству одинаковых. Прикольно. Ладно. Это, походу, жила одна семья, да? Не знаю. Ну, тут ещё, кстати, есть какой-то домик. По-моему, вот тот. И в нём ещё несколько надгоробков есть. Да? Да. Вот. Ещё три Рипа. Кого-то в доме похоронили, да? Не знаю, наверное. Ещё три надгоробка. Так же, прикольно. Так, слушай, уже вечереет. Надо реально начинать потихоньку фундамент ставить. И фундамент мы начнём, наверное, ставить возле этой пожарки. Потому что... Всё включил? Да. Потому что возле этой пожарки спавнятся интересные вещи. Либо каски, либо всякие домкраты. Очень часто... Вон, кстати, каска есть. Иногда с фонариком. Полезная, что... Ролтненькая? Да. О, слышь, где она? Дай мне. Тут на стеллажах спавнится иногда генератор. Поэтому далеко бегать не будем. Начнём строить отсюда. И выстроить мегаполис. Ну, точнее, город над городом. Не знаю, как это получится и как это будет выглядеть. Надеюсь, что это будет выглядеть круто. Так что приступим. Итак, начинаем закладывать фундамент. Первый мы поставим где-то так. Второй. Так. Отлично. Ну, почти. Нет. Оно вообще неровно. Поэтому придётся переделать. Итак. Так. Мы поставили фундамент. Вроде теперь более-менее ровно. Во всяком случае, теперь параллельно дороги. Уже вроде расцвело. Но всё равно здесь как-то освещение не айс. Опа. Вот тут запрыгнул. Прыгаю по стеллажам. Надо будет, кстати, здесь какой-нибудь спальник поставить или кровать. Будет прикольно. Что ж, фундамент заложен. Теперь можно отстраивать весь город. Не знаю реально, как это будет. Но я думаю, если поставить в два этажа, то потом можно будет залезть абсолютно на любую крышу здания. И походу это будет реально круто. Лёха сейчас отконнектился. У него, наверное, какие-то проблемы с интернетом. Скорее всего, вырубило. Ну, в принципе, у нас это не... Ай, упал. У нас это... Ух ты. А как мне интересно... А, можно вылезти? У нас это не новость. Поэтому будем строить второй, третий, четвёртый, если понадобится, этажи. Мы же ещё ничего не построили. Что это вообще за кусок? Мы ничего не построили, но мы уже начали. Поэтому, Никита, поприветствуйся. Всем привет тогда. Да, мы уже начали строить. Вот это будет нашим гаражом в перспективе. Есть, как разное такое стоит уже. Нормально. Мы выведем это сюда и потом пустим вдоль дороги. Я не знаю, как это получится. Надо будет сделать вот эти... Надо будет сделать вот эти трамплинчики. Ну, не трамплинчики, а рампы. И я думаю, будет круто. Сейчас мы твой закар снимем. Мы покоряем вершины. Немного застряли, правда. Половину леса тут срубили. В общем, капец. Но зато мы почти построили уже... Начальные... Такие первые блоки. Впоследствии, я надеюсь, расширить эту дорогу на три платформы. Не знаю, сколько на это еще уйдет времени. А после этого надо будет где-то построить еще и базу. Времени на это уйдет очень много. Там время-то ладно. Вот сколько раз придется дисконнектиться, потому что деревья-то не бесконечные. Вот это да. Ну, здесь уже такая приличная довольно-таки дорога получилась. Да, там есть заезд. Сюда можно заехать. Правда, мы застряли, малеха. Но, я же говорю, если сделать здесь на три этих, то будет круто. Главное, что здесь можно... Ух ты. Химический свет подсвечивает прикольно. Уху! Даже можно на здание запрыгивать. Но, я думаю, мы потом объединим их какой-то определенной сетью, чтобы бегать между ними спокойно. Главное, что теперь зомби не страшны. Ну и вот этот бак, который позволяет строить вот такие вот строения, это все-таки круто. Само собой. Это реально круто. Вот тут уже готовый гараж, здесь только двери надо будет поставить гаражные. Жаль, что вот эти двери закрывать нельзя. Было бы вообще прекрасно. Поставить сюда генераторы, чтобы они работали. Вот так подъезжаешь, они опа, открылись сами. Это было бы шикарно, я думаю. Да ты сильно много хочешь. Уточка. Леха у нас сменил непонятно кого, национальный что ли. Цвет кожи поменял. Да. Теперь у нас негр. Нига. Так. Ну, это реально смотрится круто. Не знаю, что из этого все-таки получится. Что-то хорошее. Паркур. И жаль, что нельзя на вот таких вот автомобилях перевозить с собой кучу всякой всячины. И на них нельзя ставить ни кровать нельзя поставить, ни сундук нельзя поставить. Что за прикол? Ну да, прикинь, я такая передвижная кровать. Это было бы реально круто. Согласитесь. А то, что нельзя поставить кровать, это плохо. Ну, может быть, когда-нибудь. Да нет, никогда-нибудь и не может быть. Да, нет. Что ты делаешь? Балуются. Аж на слезу пробило. Ну, возможно, возможно. На тебе. Подари, дубану, ладно. Кстати, из-за этой травы теперь вообще ни черта не видно. Ни зомби ползучих, ничего не видно. Не знаю, как в этом всем ориентироваться. Так, в общем, продолжим мы строение наше, ой, строение, строительство. Что из этого получится, вы увидите через пару секунд. Да, и как я машину посадил на этот, на столб. Здесь, может, и на видео вставлять. Спасибо. Иди, 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 такое тут получается. Да я и так видео снимаю. Чё? Чё? Ой, шикарно. Пожар, мне нужна твоя одежда. О, кепка. Ты нашел кепку пожарника? Да. Чёрт, а как машину вообще отсюда снять? А можно отсюда снять? Эй, полицейские, мы не договаривались с вами. Пошли на хрен. Гляньте, прикольно. Посадил машину полностью на этот, на штык. Она не снимается. О, она упала, наконец-то. Блин, всё посмотри. Окс, патрон закончился. Я их-то просослил. Чё за хрень, он не ездит теперь? В смысле, у меня ездил? Останавливаться нельзя было. Да ну. А то на ходу, ну как, проеду. И у меня машина на крыше. Ай-яй-яй, машины на крыше нету. Можно снова как-то сделать. Докатались. Итак, мы наконец-то построили над всей дорогой ещё одну дорогу. Такую, уманительную. Будем считать, что это дорога. Но пока что она всего лишь в один ряд. Надо будет её расширить немножко. Сейчас мы постараемся объединить все дома. И может быть из какого-то дома сделаем себе ещё одно убежище. И это будет, так скажем, версия 3.0 для моего сервера. Кстати, сейчас вместо Лёши у нас другой Лёша. Поприветствую. А, да и его двойник. Да. И, ну, Никиту вы все знаете. Шутку можно сказать про Никиту. Больше, который я тебе сегодня говорил. Ну, у нас канал с цензурой, поэтому вы говорите надо. Да. Мы стараемся это всё пока делать с цензурой. Там, как пойдёт, не знаю, а... В общем, нас тут начали потихоньку подъедать. Ай-яй, я ногу поломал. Ну и ладно. Кстати, я это, в аптеке где-то видео, это, лечу-ка от ноги. Ну, тут аптеки нет, к сожалению. И металлолома нет. И, короче, мы бомжи. Мы занимаемся строительством вот этих вот деревянных платформ. А это, знаешь, из камня так-то можно сделать это, железо. Это я знаю, но только здесь камень, самый ближайший камень. Это в твою сторону и ещё очень далеко бежать. Так, что ты хотел важное сказать? А, во, вспомнил. Мне, наконец-то, этот мудак ответил. Какой? Ну, этот же, разработчик игры. Ты просто не в теме. Мы в начале видео затронули тему насчёт того, что он козёл, зазнавшийся. Блин, думаю, чего у меня не бегает? У меня ж нога сломанная. В общем, что он мне ответил? Он мне ответил, что как тебе моя версия 2.2.4? Ну, честно говоря, не знаю. Я ещё толком не опробовал её. Да, могло быть и лучше. Но, в принципе, у меня кадры теперь стали постабильнее. Хотя Никита говорит, что у него всё равно ещё кадры прыгают. То 40, то 10, то 40, то 10. Ну, короче, не айс, если честно. Но, в принципе, уже получше. Теперь даже можно некоторые настройки выставить себе чуть-чуть побольше. Что, в принципе, радует. Что ещё? Он сказал, что добавил больше животных. Если честно, только что Лёша заметил это. Сказал, что у тебя дофига сильно животных тут развелось. Ну, не знаю. Я их не коллекционирую. Вы все знаете, что я коллекционирую в основном оружие и автомобили. А по оружию всё тоже. Ну да, по оружию всё пока тоже. Может быть, скоро... Я не знаю, он за разу редко отвечает. Может, это из-за разницы во времени. Потому что он временно живёт или обитает, или, не знаю, прячется в Канаде. От федералов, наверное, каких-то. Налоги, наверное, не платит за то, что игру сделал. И, наверное, прячется в Канаде. Там с этим проблем никаких нет. И, в общем, отвечает он у меня достаточно редко. Так. Значит, достроили мы вот эту всю фигню. На этом, наверное, первую часть обзора я закончу. Вторую часть обзора нашего Бегаполиса я начну, наверное, завтра с Лёхой. Наверное. Да, наверное. Просто он сегодня сильно был занят. Там компьютеры ремонтировал. Ну, короче, большая шишка. И не знаю ещё, что у нас тут будет в городе. Потому что сегодня в городе они что-то расшумелись. Бомбят, бомбят постоянно. Надоело, если честно, это всё. Очень сильно надоело. Ну, хоть как-то отвлекаемся. Пока играем в эту игру. Кто-то придумал такую штуку прикольную. Кстати, в Steam сейчас появилась ещё одна игрушка прикольная. Никита мне сегодня скинул. Она 5 августа, по-моему, появилась. Игрушка по мотивам неудержимых. На самом деле, это, грубо говоря, копия старой и доброй игры Metal Slug. Если кто-то помнит ещё, я не знаю, мне, наверное, лет 5 или 6 было, когда я первый раз в неё поиграл. Ещё тогда, я даже не помню, какая тогда была PS-ка. Тогда, по-моему, Sony самая первая была. А может быть и даже... Честно, я не скажу, потому что это так давно было, что уже вылетело из памяти. Но, кстати, игрушка тоже очень прикольная. Я сегодня в неё зашёл и потратил, наверное, целый час, пока её пытался пройти. Очень такая атмосферная, прикольная, забавная. И у вас есть возможность переключаться между всеми персонажами. Персонажи слизаны с фильма. То есть, там есть Сталлоне, Шварценеггер, по-моему, Жан-Клод Ван Дамм. Не буду утверждать, но, по-моему, я им играл. И есть такой лысый чувачок, там бегает. А, ещё там есть Дольф Лунгрен. Так что, кто ещё не увидел или не узнал... Ух ты, а зачем тут кто-то Вуденшаттер поставил? Если кто-то не видел ещё этой игрушки, зайдите в сим, посмотрите. Будет реально очень прикольно. Ну, а на этом серии заканчиваем. Всем удачных летсплеев в этой игре. Кстати, зомби начинают, по-моему, спавниться. И, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подпишитесь на канал, расскажите своим друзьям, семье, в общем, всем-всем-всем, кого знаете. Для меня это будет очень и очень хорошо. И я вам буду всем очень и очень признателен. Всё, всего хорошего, пока, ребята. Тоже попрощайтесь. Пока. Удачи всем.